Доброе утро, уважаемые радиослушатели, в эфире Формулы права. С вами я, Анастасия Брайчева, и обсуждаем мы сегодня непростую тему. Мы поговорим сегодня о патентном праве и о регистрации товарного знака. Телефон студии 651099, 6 код Москвы 495. Также на сайт finam.fm, на страничке программы Формулы права, можно написать ваш вопрос или ваш комментарий, потому что мы находимся в прямом эфире, а в гостях у меня сегодня Сергей Зуйков, генеральный директор юридической компании «Зуйков и партнеры» и Сергей, вы патентный поверенный, да? Да, добрый день. Добрый день. Вот, Сергей, смотрите, патентное право — товарный знак. Для того, чтобы нашим слушателям сразу было чуть-чуть более понятно, в чем общее, а самое главное, чем различается. Общее — это единое законодательство, четвертая часть Гражданского кодекса, а главное отличие, что патент защищает у нас изобретение, это некое ноу-хау, способ производства товара, оказание услуги, а товарный знак — это обозначение, которое индивидуализирует этот товар. То есть может быть много производителей по одной и той же технологии, но под разными названиями. Как там, условно говоря, один чайник производится под разными названиями, но производится одна и та же компания по одной и той же технологии. А, соответственно, товарный знак — это то, что отличает товар одного производителя от другого. — А вот скажите, пожалуйста, патент, соответственно, и товарный знак. Патент может зарегистрировать только физическое лицо или юридическое? — Патент может зарегистрировать и физическое, и юридическое лицо. Разработчиком, автором патента, конечно же, является только физическое лицо, то есть тот человек, который эту технологию придумал, или физические лица. — Обладателем патента может быть, конечно же, организация, в которой эти люди работают или которой они передали права. А вот в отличие от патентов, обладателем товарного знака может быть только либо юридическое лицо, либо индивидуальный предприниматель, то есть физическое лицо, которому разрешено заниматься предпринимательской деятельностью. — То есть просто человек обычный, который нечто создал и даже, допустим, зарегистрировал свой патент, он не может этому своему способу или некоему изобретению тут же автоматом сам зарегистрировать товарный знак. Он это может сделать только в том случае, если будет некая коммерческая организация или предприниматель, или он сам станет предпринимателем. — Если он сам станет предпринимателем, то он может зарегистрировать. — А зачем вообще регистрировать? И то, и другое. — И то, и другое. Ну, главная задача, для чего регистрировать патент, это если вы создали некую новую технологию и хотите, чтобы эту технологию использовали только вы, то в этом случае необходимо зарегистрировать патент. — Здесь же, опять же, нужно учитывать, что очень часто получается, то есть патентное право, оно достаточно хитрое, в нем разбираются, конечно, не так много специалистов, как хотелось бы. — Государство во всем мире, государство во всем мире охраняет патент на определенный срок, в отличие от товарного знака, который может действовать ровно столько, сколько его правообладатель продляет, там, на каждые 10 лет, 7 лет в разных странах. А патент, максимальный срок действия патента — это 20, ну, в редких случаях в медицине — 25 лет. — А потом это стаёт достоянием, как бы, да? — Становится достоянием всех людей. — То есть товарный знак, когда ты зарегистрировал, может действовать в любое время. Соответственно, чтобы, если ты хочешь, создал какую-то новую технологию, если хочешь, чтобы эту технологию использовал только ты, то, соответственно, регистрируется патент. И, опять же, есть законодательное международное соглашение, когда этот патент можно зарегистрировать в других странах в очень узкое время. То есть это либо 12 месяцев с даты подачи первой заявки, максимально этот срок продается, там, до 30-31 месяца. Товарный знак можно регистрировать, у него нет таких ограничений, его можно регистрировать в каждой стране в отдельности, в любой период. Главное, чтобы этот товарный знак не был зарегистрирован кем-то другим. Поэтому для чего, собственно говоря, нужно регистрировать товарный знак? Это два главных принципа, которые я всегда говорю своим клиентам. Это первое, для того, чтобы вам, чтобы вы смогли запретить использование этого обозначения, если кто-то вас начал копировать. А второй главный принцип, это чтобы вам не могли запретить использование этого обозначения. Если кто-то другой прибежит раньше, да? То есть у нас на сегодняшний день судебный принцип запрета использования товарных знаков, это если у вас и у меня есть товарный знак, у кого-то из них раньше, кто первый. Но пока поздний знак не будет аннулирован, запретить первый знак невозможно. Поэтому это главные два принципа, то есть чтобы могли запретить вы, если вас копируют, и чтобы не могли запретить вам, если вдруг вы начали использовать что-то, кто-то считает, что это чужое. Вот скажите, Сергей, мы сейчас говорим с вами по поводу патента, по поводу товарного знака. По поводу товарного знака понятно, в общем, кто первый пришел, зарегистрировал и так далее. А по поводу патента, допустим, предположим, вы изобрели способ некий, сделали ноу-хау, а я у вас тетрадочку украла. Шучу сейчас, конечно, с долей шутки, но тем не менее. И мы с вами побежали регистрировать. Я с вашей тетрадочкой, а вы, значит, как создатели, думаю, имеете тоже массу способов. Вот здесь будет ли какой-то принцип «кто первый» и какие судебные споры, например, здесь случаются? Ну, принцип «кто первый» — есть так называемый критерий охраноспособности патента, это критерий новизна. Если мы с вами одновременно, с разницей, там, в неделю, в месяц, в полгода подали заявку на, практически на то же изобретение, заявка не порочит новизну. То есть для того, чтобы новизна была, чтобы не было новизны, заявка должна быть опубликована. Только опубликованный способ, опубликованное изобретение, формула изобретения, ее порочат. То есть теоретически, наверное, тот пример, который я достаточно часто привожу из XIX века, когда почему-то у нас считается, есть два изобретателя радио. В России это Попов, а в Италии это Маркони. То есть они с разницей, там, в три года изобрели радио, и каждый считает себя изобретателем. Но все-таки нужно учитывать, что в XIX веке не было такой... Не было интернет, в котором бы тут же написали. Не было интернет, в котором тот тут же написал. И, в общем-то, два человека, независимо друг от друга, это изобрели в совершенно разных странах. А в Америке это бы было, если не ошибаюсь, изобрело радио. То есть совершенно разные люди. То есть чисто теоретически мы сталкиваемся, сейчас там есть дело по одному химическому составу, когда там наш клиент и компания Shell изобрели присадку, практически одновременно, с разницей на три месяца подали заявку. И, в общем-то, и тем и другим будет выдан патент, или выдан уже патент. И с этим, к сожалению, ничего сделать нельзя. То есть они оба останутся изобретателем фактически, условно, одного и того же? Не изобретателями, они останутся обладателями патента, примерно одно и то же вещество. То есть, грубо говоря, те, кто захочет использовать результат этой деятельности, могут обратиться к любому патентообладателю и с ним договариваться? Ну, в принципе, да. Но это, на самом деле, такие случаи, когда в период рассмотрения заявки подается заявка на отождественное или на сходное решение, они достаточно редки, это нечастое решение. Но законодательство предусматривает, что, да, в этом случае и тот, и другой получает патент. То есть все-таки законодательство по патентам, оно стремится к тому, чтобы все-таки промышленность развивалась, технологии развивались. То есть, почему, например, есть ограничение патента на максимальный срок 20 лет? Для того, чтобы промышленность развивалась. То есть, дают монополию на использование конкретной технологии на этот период. Причем, в отличие от товарного знака, по патенту требуется ежегодное поддержание этого патента. Причем самое интересное, самое удивительное, что патент нельзя поддержать на все 20 лет вперед. То есть, это нужно делать ежегодно. Сергей, я вас перебью по одной простой причине. Вы сейчас говорите очень важную тему. Я думаю, что мы обязательно ее в следующей части прямо с нее и начнем. Сейчас мы выслушаем новости две минуты, и после этого вернемся в прямой эфир и будем разговаривать с патентами. Итак, мы продолжаем обсуждать сегодня тему. Патентное право и обсуждаем также товарные знаки. Вместе со мной в студии Сергей Зуйков, генеральный директор юридической компании «Зуйков и партнеры» и патентный поверенный. Я напомню, что мы находимся в прямом эфире. Телефон студии 65 10 99 и 6, код Москвы 495. Также можно на сайте финам.фм, на страничку программы «Формула права» написать ваши вопросы или комментарии по той теме, которую обсуждаем сегодня. А мы, в принципе, начали с того, Сергей, что стали обсуждать вообще зачем. Зачем нам нужно регистрировать товарный знак, зачем нам нужно регистрировать патент. И как раз вы рассказывали о том, что помимо самой процедуры регистрации непосредственно, есть в отношении патентов еще такая процедура, как ежегодное поддержание. И эту процедуру, более того, нельзя сделать авансом за все 20 лет вперед. То есть нужно каждый год что-то делать. Что нужно делать, насколько это сложно и так далее. Это не сложно. Процедура достаточно элементарная. Это подается ходатайство о поддержании патента. Уплачивается пошлина. Она не очень большая. Но, опять же, государства во всем мире избрали принцип поддержания патента. Что если ты хочешь, если правообладатель хочет обладать эксклюзивом на какую-то технологию, на какое-то... Он должен доказать свой интерес каждый год? Он, во-первых, должен поддерживать этот интерес каждый год. И пошлина каждый год увеличивается. То есть если за первый или за второй год пошлина за поддержание патента составляет около 2 тысяч рублей, то пошлина за 20-й год составляет около 22-25 тысяч рублей. То есть вы понимаете разницу, что она практически в 10 раз. То есть считается, что если правообладатель поддерживает патент 19-20 год, ему этот патент настолько нужен, что он готов платить уже значительно большее деньги. А скажите, пожалуйста, а если такое ходатайство не подать о поддержании патента, что происходит? Патент прекращает свое действие. В течение трех лет это действие патента может быть восстановлено. Но самое ужасное, что если патент прекратил свое действие, то лица, которые начали использование этой технологии или этого товара... В этот период времени? В этот период они... Могут и дальше использовать? Они могут и дальше использовать в том же объеме. А скажите, пожалуйста, а если кто-то в этот период времени... То есть человек зарегистрировал патент, но не стал его поддерживать, он прекратил свое действие, и кто-то другой пришел с тем же самым изобретением, по сути. Его не зарегистрировали ввиду отсутствия новизны? Его не зарегистрировали ввиду отсутствия новизны. То есть это сделать уже невозможно. То есть если патент однажды был запатентован и зарегистрирован, в любой стране мира мы говорим не только про Россию. То есть нужно понимать, что в отличие от товарных знаков, патентов есть мировая новизна. По товарным знакам это вот локальная. Поэтому если кто-то в любой стране мира этот патент зарегистрировал, и дальше он в другой стране мира, его уже нельзя запатентовать. Если он прекратил свое действие, то он становится общественным достоянием во всем мире. А вот как узнать? Есть какая-то всемирная база данных патентов? Есть всемирная база данных по патентам. На сегодняшний день, слава богу, что эта база данных есть. Раньше это была патентная библиотека Роспатента, где физически нужно было приходить, просматривать и листать. На сегодняшний день есть электронная база данных всех этих патентов. Забиваются ключевые слова, либо группы. И находятся все эти патенты, которые наиболее могут быть интересными. И мы, в принципе, подошли к теме патентования патента. Мы все-таки очень часто сталкиваемся, что, к сожалению, российские изобретатели очень часто патентуют, стараются патентовать сами, не обращаясь к специалистам. И раньше это было, в общем-то, в советское время делалось достаточно часто. Это было, в принципе, достаточно... Несложно, да? Несложно и формально, потому что, как только ты становился обладателем патента или какого-то распредложения, тебе доплачивали какие-то деньги к зарплате, премию получал, это было удобно. Но люди, совершенно патентуя в советское время, не отдавали себе отчеты, как они эти права будут защищать. И, в общем-то, продолжая... Многие изобретатели, продолжая следовать этому принципу, не обращаются к специалистам или обращаются к специалистам, которые там подешевле-подешевле. И мы очень часто сталкиваемся с проблемой, что когда патент патентуется очень узко, то есть там есть хитрости, в отличие от товарных знаков, там немножко другие критерии нарушения. И когда патент запатентован, технология запатентована очень узко, кто-то другой может начать использовать эту технологию, изменив параметры, выйдя за те параметры, которые есть в патенте, то есть, условно говоря, там 10% одного вещества, 20% другого. То есть вместо 10%... 10,5% и 19,5%. 10,5% это уже не нарушение патента. Поэтому, в общем-то, мы очень часто сталкиваемся с тем, что когда у нас приходят клиенты защитить права, их защитить невозможно, потому что патенты очень узкие. Поэтому, конечно, мы рекомендовали обращаться к специалистам, которые не просто имеют опыт регистрации патента, но еще имеют опыт защиты патента. Потому что зачем тратить деньги на... Это как юрист, да, который сразу думает, как он в суде будет защищать, когда еще вопросов не возникло. Но вот скажите, Сергей, я все равно хочу вернуться тогда вот к этой части вашего рассказа для того, чтобы понять и для себя, и рассказать нашим слушателям. То есть в тот момент, когда человек понимает, что у него есть некое изобретение, и он в целом хочет получить на него свои собственные эксклюзивные права. То есть он понимает, что он хочет зарегистрировать патент. Грубо говоря, несмотря на то, что он, несомненно, специалист в этой области, раз он что-то изобрел, нужно составлять... Сейчас такое абстрактное, непрофессиональное слово использую, но формулу патента. Для того, чтобы, внося в него потом крошечные, минимальные какие-то изменения, нельзя было бы обойти его права и фактически использовать его изобретение, ну, бесплатно. Правильно я понимаю или нет? Или больше на пальцах вот расскажите. То есть при регистрации, когда мы говорим о том, что мы регистрируем еще, только регистрируем патент, да? Вы сейчас сказали, что по идее нужно думать вперед о том, как потом защищать эти права, еще только регистрируя патент. Правильно я понимаю? Да. Вот в данной ситуации какие... Я не прошу вас совсем ноу-хау рассказывать, но на что обратить внимание, да? Мы не говорим о ноу-хау, в принципе, здесь нет ничего такого. Я имею в виду ваши работы, а не те, кто патенты получает. Обычные изобретатели придумывают что-то достаточно конкретное, конкретную технологию, конкретный способ производства вещества, конкретный товар, который они изобрели. И, конечно же, они, написав, что они изобрели, не всегда понимают, как это защищать. И, конечно же, здесь нужно, в первую очередь, обращение... Очень часто изобретатели изобретают велосипед, а не думают, что я вот изобрел что-то новое. И мы, конечно же, в первую очередь, все-таки рекомендуем проводить патентный поиск. То есть, он, в первую очередь, необходим и для поиска ближайшего аналога, для подачи заявки, которую нужно указывать. И, в общем-то, понять, а ты же на самом деле изобрел новый велосипед или ты изобрел велосипед, который был придуман 200 лет назад. Поэтому мы, конечно же, рекомендуем сделать патентный поиск для того, чтобы понять, а что же все-таки человек изобрел. Потому что крайне часто человек, изобретатель считает, что он придумал абсолютно новую вещь, а эта новая вещь была уже придумана какое-то время назад. Но ведь это бывает еще даже не что-то экстра-глобальное, а просто детали какие-то, да, вот уточнение уже, может быть, каких-то действующих технологий, но добавление в них что-то новое, что меняет, нет? Нет, уточнение действующих технологий, есть другой критерий, ненавизна, изобретательский уровень, который уже не дает возможности регистрировать вот эти уточнения в качестве изобретения. Там есть такой вид патента. Где-нибудь я сейчас глупость скажу, потому что я не техник, но условно использовали деревянный подшипник и решили использовать резиновый подшипник. Это сразу увеличило какой-нибудь КПД производительности и сделало просто все замечательно. Если вдруг изобретатель сможет обосновать, что применение резины, которую никто никогда в жизни не использовал в этом подшипнике, даст вот такой вот результат о том, что там производительность увеличится в несколько раз, или там какие-то новые технические результаты появятся, я, наверное, мог бы привести пример. Это возможно то, что вы говорите как раз. Здесь я привел бы пример, наверное, совсем известной Виагры, когда это было вещество, которое было придумано как, по-моему, там сердечное лекарство или какое-то там иное. И когда его стали проверять, в общем-то, тестировать, как оно действует по прямому своему назначению, у него появился совершенно побочный эффект. И, соответственно, оно было запатентовано уже повторно, то же самое вещество, но совершенно с половинным способом, совершенно иным техническим результатом. То есть у него два патента получается. Одно как сердечное, второе, соответственно, с известным нам уже словом. Да, с большой разницей во времени. То есть теоретически, если вдруг изменение вместо дерева на резину совершенно изменяет технический результат, такое возможно. А вот скажите, пожалуйста, Сергей, часто ли вам приходится сталкиваться с патентными спорами? Да? И, соответственно, а на что вы в первую очередь смотрите, когда определяете, как защищать права человека? Ну, наверное, про обладателя, кто спорит. Ну, мы сейчас говорим с вами о патентах. То есть по товарным знакам совершенно другая категория спорящих лиц. По патентам, все-таки, конечно же, в большинстве случаев спорят конкуренты. То есть есть часть, наверное, когда спорят бывшие партнеры, но, наверное, все-таки в случае с патентами... Это ближе к товарным знаком, да? Это ближе к товарным знаком. В случае технологий, то, конечно же, в большинстве случаев, в большинстве споров это все-таки споры конкурентов. Когда люди пытаются производить продукцию, то есть, наверное, для меня наиболее известный патентный спор, который был, это когда на окончании действия патента Новартиса, там за полгода до окончания его срока действия, российская компания выиграла конкурс Минздраве на поставку препарата с этим же действующим веществом. И, в общем-то, спор, который возник, когда они могли поставлять уже до того или после окончания действия, то есть вот этот спор, который за полгода до окончания действия патента возник, он, это спор между конкурентами, он все равно дал возможность российской компании этот конкурс выиграть. Ну, там, насколько мне известно, там с Новартисом все-таки как-то была... Договоренность какая-то. Договоренность какая-то возникла. Но в любом случае это был спор конкретно конкурентов. Я напоминаю нашим слушателям, что сегодня мы обсуждаем тему, связанную с патентным правом, а также с товарными знаками. У меня в студии находится Сергей Зубяков, патентный поверенный. Мы сейчас выслушаем новости две минуты, после этого возвращаемся в эфир. Продолжаем обсуждать сегодня тему патентного права и товарных знаков. Сергей Зубяков у меня в студии, генеральный директор юридической компании «Зубяков и партнеры» и патентный поверенный. Я напоминаю, что мы находимся в прямом эфире 65 10 99 6 код Москвы 495. Или написать можно также ваш вопрос или ваш комментарий на сайт finam.fm на страничку программы «Формула права». Ну, а мы с вами обсуждали, вот как бы первую часть программы, Сергей, мы больше ушли немножко в патенты. Говорили о том, что такое патенты, зачем они нужны, зачем их регистрировать, как их поддерживать, как демонстрируют свой интерес и как вообще их в разных странах, например, зарегистрировать. А вот товарные знаки, да, мы о них как-то кратко сказали. И все же, как они регистрируются, схожа ли там процедура, на какой период времени, как долго можно их поддерживать, как это сделать, как сделать товарный знак международным, к примеру, и так далее. Ну, товарный знак, конечно, значительно более легкий инструмент в регистрации, понятный в регистрации, чем патент. Там изобретений нет, да? Там изобретений нет, да. То есть, в общем-то, огромное количество людей на сегодняшний день занимается регистрацией товарных знаков. Не всегда все успешно, но тем не менее. Товарный знак, для того, чтобы обладать правами на товарный знак, его нужно регистрировать в каждой стране в отдельности. И даже обладая правами, например, товарным знаком во Франции, нельзя защитить этот товарный знак в Монако. Это может быть маленькая страна, но тем не менее, она совершенно отдельная. Там, Андорра в Испании, и так далее, и так далее. То есть, в каждой стране нужно защищать товарные знаки в отдельности. И здесь, конечно же, процедура. Очень многие люди, опять же, обращаясь к специалистам, которые регистрируют товарные знаки, их на сегодняшний день огромное количество, не все специалисты понимают, как они эти права будут защищать. То есть, в общем-то, опять же, то, с чего мы начали, для чего нужен товарный знак, это для того, чтобы, если тебя начинают подделывать, чтобы этот товарный знак, это обозначение можно было другому лицу, который тебя нарушает, изобретить использование. А вот у меня вопрос такой, наверное, не совсем простой, почему-то сразу в голову пришло. Когда мы обсуждали, что товарный знак фактически действует в той стране, в которой он зарегистрирован, если мы хотим в другую стране, значит, мы там проходим эту процедуру регистрации. Если мы хотим во всех странах мира, значит, мы должны в соответствующее количество раз, не помню, сколько в мире стран, но тем не менее пройти эту регистрацию. Правильно я говорю? Вот смотрите, предположим, есть некая компания, ведь любая компания начинает расти в какой-то одной стране. Она когда-то была маленькая, маленькая идея, человеком началась как компания, и потом, возможно, она достигает международного уровня и приобретает интерес в регистрации его товарного знака уже не только внутри одной страны, но и в каких-то других странах. Это может быть страна, куда они сейчас выходят на рынок или где начинают действовать, и может сложиться такая ситуация, что, допустим, разные причины, вплоть до утечки информации. Происходит такая ситуация, что в другой стране, я знаю, что сейчас должна прийти некая компания в эту страну, там работать. Я прихожу раньше них и регистрирую их товарный знак. При том, что я не занимаюсь этой деятельностью. Вообще, неважно что, пусть они делают ручки, которые я держу в руках, некие ручки. У меня нет завода, я никогда в жизни не делала ручек, я вообще не занималась ни таким несмежным видом бизнеса и так далее, и так далее. Но, тем не менее, я регистрирую товарный знак, который им в другой стране принадлежит, и под которым они, к примеру, хотят эти ручки выпускать. Возможно ли в такой ситуации признавать, в том числе, кстати, и в стране, и в нашей, признавать недобросовестным вот этого человека, который зарегистрировал этот товарный знак, или здесь действует просто принцип, кто раньше как бы встал от того и тапки, как говорят. На сегодняшний день существует достаточно уже отработанный механизм признания действий такого лица недобросовестным конкурентом, но нужно учитывать, что в общем-то очень много результат будет очень сильно зависеть от доказательной базы, которая будет представлена в компетентный орган, либо в суд, либо в антимонопольное ведомство. И если реально можно доказать известность, то, конечно же, лицо, зарегистрировавшее знак в России, может быть признан недобросовестным конкурентом. Если не доказать известность, возможно, не будет признана. И здесь мы на самом деле утилиться, которые компании, то есть в принципе все компании, которые маленькие, большие, которые решают зарегистрировать, вести бизнес сначала в одной стране, потом расширить его, они в принципе стоят перед некой дилеммой. Наверное, многие знают о том, что товарный знак может быть аннулирован в связи с его неиспользованием. В России это срок три года после регистрации, там в Европе пять лет, где-то нужно обязательно подавать декларацию о поддержании. и здесь компания вообще в принципе сталкивается с проблемой, когда подавать международную заявку. То есть я на сегодняшний день, тот пример, который вы привели, то есть это не всегда проблема о том, что компании забыли это сделать. Они не хотели сегодня, там швейцарская компания, она не хотела выходить сегодня на российский рынок. Она имеет регистрацию в ряде церан Европы, в тот момент, когда она решила выйти на российский рынок и подала заявку, А здесь уже нашелся человек. А здесь уже нашелся, да. И поэтому вот это, но здесь можно столкнуться с другой проблемой, что если вдруг, например, швейцарская компания подала бы эту заявку на регистрацию в России задолго до своего выхода на территорию России, ее знак мог бы быть аннулирован за неиспользование. И здесь вот эта золотая середина, ее в принципе практически не существует, потому что на сегодняшний день, то есть даже переподача знака с периодом там 3-4 года, даже она может на сегодняшний день не дать гарантии того, что этот знак не будет аннулирован. Там сейчас в Европе пошла практика признания вот таких правобладателей уже недобросовестного конкурента. Это уже совсем, конечно, сложно. То есть, который держит за собой знак, но фактически он не работает. Который держит за собой знак в классах, которые он не использует. то есть у нас есть знак в Европе недавно попалось дело по знаку пеликан, то есть это известный канцелярский товар, они зарегистрировали его в каких-то других классах и пытались противодействовать регистрации других компаний этого знака. А вот расскажите поподробнее нашим слушателям по поводу классов. Вы сказали, то есть когда мы регистрируем товарный знак, мы должны говорить о том, в какой, грубо говоря, области он будет действовать, то есть что мы здесь сообщаем и что мы в итоге получаем при регистрации, кроме визуального или там буквенного изображения? Ну, когда мы подаем заявку на товарный знак, мы подаем конкретное обозначение для регистрации для конкретных товаров или услуг. Роспатент, точнее даже Всемирная организация по территории собственности классифицировала все товары и услуги на 45 классов. И есть 34 товарных класса, соответствующее количество классов услуг все к вас относятся. То есть если ты занимаешься бытовой техникой, ты подаешь на соответствующий 9-11 класс. Если занимаешься продуктами, подаешь на соответствующий класс, где продукты. Вот сразу мне интересно, Сергей, даже перебью вас, вот смотрите, что получается. Предположим, я занимаюсь, как вы сказали, бытовой техникой, сейчас все на налогах, на условностях, некий там шар зарегистрировала, ну такой яркий, понятный, для вот именно вот этих классов, этих товаров. А другой человек занимается продуктами, как вы дальше начали перечислять, да, и он может взять мой же вот этот шарик какой-то такой особенный, сильно особенный, с моим же названием, но при этом, то есть вообще ничего внешне не менять, да, даже если у меня какой-то очень оригинальный товарный знак или оригинальные там слова или буквы к нему прилагаются, он может вообще ничего не менять внешне, но приделать, грубо говоря, его к другим классам это будет законно. Ну это не будет законно, потому что в тот пример, который вы привели, здесь кроме прав на товарные знаки возникают авторские права, и здесь, конечно же, лицо, которое полностью скопирует ваш шар, оно будет нарушать авторские права, и это запрещено. Но если взять примерах, когда нет авторских прав, это словесные знаки, например, слово «идеал», у этого слова «идеал» там какое-то огромное количество правобладателей разных классов. То есть масло — это одно, сигарета — это другое, бешетерия — там третье. Ну это некое общее слово. Некое общее слово. Мы недавно проводили поиск по слову «мастер» просто какое-то невероятное количество всяких мастеров. И я не понимаю, зачем людям нужно регистрировать то, что вы шарите. Миллион сто сорок пятый мастер. Миллион сто сорок пятый мастер. И как это слово вообще может индивидуализировать товар, ну совершенно просто непонятно. Вот есть такие слова в отношении товарных знаков, наверное, в том числе, в первую очередь, я бы сказала, до степени смешения, когда есть определенный спор, да? Вот о чем здесь идет речь? Как определяется похожий с товарных знаков? Добросовестность. Это субъективное мнение, в принципе, но добросовестность и похожесть все-таки совершенно... Разные вещи, да. Здесь добросовестность, это, наверное, уже скорее о так называемых принципах взаимозаменяемости, взаимодополнаемости товара. Когда у нас очень был жесткий принцип классификации товара по однородности. Был пример с пивом «Невская», когда пиво и орешки спорили «Невские». И как же пиво, вода, это жидкость, бутилированная, в одних производителях производится. И как же можно признать орешки однородными с пивом? Ну, в общем-то, Высший арбитрористский суд принял решение о том, что это взаимодополняемый товар. То есть, орешки дополняют пиво, поэтому через это знак был аннулирован. А сходство — это субъективное мнение, но только нужно именно субъективное мнение каждого человека. Только это субъективное мнение должно быть объективным. на сегодняшний день... То есть, у большей части людей это субъективное мнение должно быть какое-то одинаковое, да? Оно не должно быть одинаковое. Кто-то припутает, а кто-то нет. То есть, в принципе, на сегодняшний день критерии сходства оценивают сами судьи, рассматривающие спор о сходстве. Один оценивает точку зрения потребителя. И если судья, если как человек, он видит, что вместо этого одно обозначение может перепутать с другим, он говорит о том, что это сходно. Здесь, в принципе, каких-то специальных познаний. То есть довольно долго была практика, когда назначали специальные экспертизы. Один человек, эксперт, говорил, объяснял о том, что это сходно, другой говорил, что это не сходно. Но с экспертизами всегда сложность, особенно такие субъективные, да, грубо говоря? Это всегда сложность, поэтому, в общем-то, высший арбитарийный суд дал разъяснение о том, что судьи должны принимать решение о сходстве. Настоятельно на основании своего внутреннего убеждения, да, как у нас говорит кодекс. А мы сейчас говорим с вами правильно, я немножко поясню нашим слушателям, или вы меня поправьте, если вдруг я ошибусь. Мы говорим с вами о ситуациях, когда у нас товарный знак в одних классах существует, да, ну вроде бы как разный, вроде бы как разный, да. Но один из них зарегистрирован явно, возможно, явно, это стоит суду установить, как правило, для того, чтобы, собственно, перетянуть на себя внимание части потребителей. Да, и он делается похожим для этого. Ну, это достаточно частая практика, в общем-то, многих людей, когда люди пытаются, конечно, начиная новый бизнес, они пытаются пойти по легкому пути, и чтобы легче продавался товар, придумать, взять обозначение, которое, ну, сымитировать кого-то. Которое уже разрекламировано, да, и так далее. Которое разрекламировано, имеет известность. А скажите, пожалуйста, а практика взыскания убытков в данной ситуации, насколько сильно работает, насколько она хорошо защищает, действительно, интересы тех, у кого что-то, под кого подделывались, да, вот так скажем? Вы знаете, ну, это очень большая тема, на самом деле, взыскания убытков. Я думаю, что мы с ним просто, может быть, отдельно через какой-то, после перерыва поговорим. Ну, кратенько нашим слушателям озвучить, вообще реально защитить свои права. Защитить свои права реально. Правильно. Процессы, которые у нас в Российской Федерации идут и длятся, они не самые долгие. То есть в России средний процесс по защите товарного знака, это там полгода, там максимально год. А в отличие от Италии, где процесс может занимать там 3-4 года. И все это время кто-то пользуется этим товарным знаком? Он может пользоваться. Если он пользуется, это просто увеличивает размер компенсации. Ну, у него потом может не быть денег. Вот это самая большая проблема. То есть вот это самая большая проблема спора с правообладателем. То есть когда выбираешь, бороться с нарушителем или нет, и какие меры к нему применять. То есть, конечно же, очень хочется, чтобы, выиграв спор, ты его выиграл и лицо было состоятельное. Именно поэтому очень часто, в общем-то, защищая права, иски подаются к крупным сетевым компаниям. Когда товар продается где-то в сети. То есть к тем, кто может заплатить, грубо говоря. Я напомню, что мы обсуждаем патентное право и товарные знаки. Через 2 минуты мы выслушаем новости и после этого сразу вернемся в эфир. Мы продолжаем обсуждать тему патентного права и товарных знаков. В студии у меня Сергей Зуйков, генеральный директор юридической компании «Зуйков и партнеры», патентный поверенный. Напомню, на всякий случай, телефон студии 651099, 6 код Москвы 495, либо сайт финам.фм, страничка программы «Формулы права». Можно задать вопрос или комментарий, так как мы находимся в прямом эфире. Ну а мы, собственно говоря, с Сергеем, говорили с вами о защите товарного знака и о том, насколько эта защита реальна. Мы понимаем, с одной стороны, теоретически некое решение суда, а с другой стороны, насколько это решение суда, во-первых, можно исполнить, как долго оно будет получаться и, собственно, насколько оно действительно защитит права лица, которые были нарушены, к примеру, использованием неправомерным, недобросовестным товарного знака. Ну, при отвечении на ваш вопрос, то есть, конечно же, мы, когда к нам обращается клиент, которому нужно защитить товарный знак, мы стараемся все-таки выбирать одним из ответчиков компанию, которая… Кого-нибудь большого. Кого-нибудь большого. В случае с бытовой техникой, у нас просто очень много клиентов с бытовой техникой, мы выбираем сетевую компанию, которая точно… Не убежит и не обанкротится прямо завтра. Не обанкротится, да. В случае с продуктами это крупные сетевые игроки по продаже магазинов. И здесь, в общем-то, защищая права на товарный знак, то есть, ну, кроме запрета использования, то, что, в общем-то, не всегда нарушители боятся, конечно, самым главным инструментом, который, в общем-то, есть, это взыскание компенсации. И здесь, на сегодняшний день, законодательство дает две возможности взыскивать компенсацию, рассчитывать компенсацию. Да, вот я хотел сказать, как ее считать. Да, то есть, либо это просто на усмотрение суда в зависимости от характера нарушения 10 тысяч до 5 миллионов рублей, либо же это двойной размер стоимости контрафактного товара, который, в принципе, может считаться либо по стоимости оригинального товара, либо по стоимости даже того товара, который был продан. И если мы говорим о двойной стоимости товара, то есть, ну, за последние 2-3 года была достаточно большая практика, когда взыскивались огромные суммы, там, в сотни миллионов рублей с различных компаний, в общем-то, по одному из дел, за которым я, там, достаточно внимательно сидел, с компанией из Ростова, с производителями хлебцов взыскали 170 миллионов. Она, соответственно, выплатить такую сумму, конечно же, не в состоянии. Компания сейчас банкротится. Эта практика, в принципе, она создавалась. То есть, законодатель заложил, и довольно долгое время суды просто исследовали, говоря о том, что даже, там, год или полтора назад Высший арбитерный суд принял решение, что суды не могут уменьшать или изменять эту компенсацию. Но дальше у нас есть такая компания «Объединенные кондитеры», которые, ну, в моем, по моему мнению, стали просто злоупреблять своими правами на советские бренды. Они взыскивали огромное количество компенсаций с разных компаний, там, миллионы, там, 200 миллионов, там, реально огромные сотни миллионов рублей с компаний за незаконное использование, и просто это перевело к тому, что, там, в апреле месяце Высший арбитерный суд сказал, что вынес постановление, уже по-другому делу, и сказал, что даже двойной размер компенсации суды могут уменьшать в зависимости от характера нарушения, и главный критерий, который должен быть, это восстановление на нарушенных правах. То есть суд должен исходить из этого, не банкротить нарушителей. Разумность. То есть, в первую очередь, это разумность. В первую очередь, это разумность. Сергей, вот еще такой, из другой области теперь вопрос вам задам, но я думаю, что многим должен, может быть, этот вопрос интересен, связан он с доменными именами, да, товарными знаками, доменными именами. Простейший пример, допустим, вы владелец, там, о, Ромашка, условно, да, естественно, все совпадения, как говорят, случайны, а я при этом регистрирую доменное имя ромашка.ру, да, у вас известная компания, известный бренд, зарегистрированный товарный знак, а я, соответственно, с этим товарным знаком. То есть люди, вероятно, наберут в строке своего интернет-броузера вот именно вот эту вот фразу или это слово для того, чтобы найти ваш товар, а я при этом открою свою страницу, там, неважно зачем. Хотя это важно на самом деле, да. Вот, тем не менее, расскажите, какая практика здесь? Практика прав, тот, кто, в общем-то, раньше что-то зарегистрировал. В том числе, доменное имя? В том числе, доменное имя. Но нужно учитывать, что доменное имя, ведь зарегистрировав доменное имя ромашка, то есть кроме регистрации, нарушение прав, это предложение к продаже, продажа однородного товара. То есть если вы на ромашке.ру, то есть у меня зарегистрированы юридические услуги, а на «Ромашки.ру» продается бытовая техника, то это, скорее всего, не будет признанно нарушением. То есть выбирай другой любой домен, их огромное количество, и регистрируйся. А если я на «Ромашки.ру» продаю бытовую технику и пишу, а в подарок? Юридические услуги. Юридические услуги или абонентское обслуживание год. Ну, грубо говоря. Конечно же, это будет признанно нарушением. То есть как только выясняется, что есть зарегистрированный товарный знак для определенных, как вы сказали, классов, и он используется, этот товарный знак. И есть у нас доменное имя, которое зарегистрировало другое лицо, но при этом оно его так или иначе, пусть даже косвенно, но используют для тех же самых услуг, товаров, классов, как вы сказали, то в этой ситуации владельцы доменного имени могут, собственно, признать недобросовестным конкурентом. Ему могут запретить использование, забрать домен. То есть могут забрать домен. В том случае, если домен зарегистрирован позднее товарного знака. Ежели обратная ситуация, домен зарегистрировал раньше, чем товарный знак. А можно товарный знак забрать? Товарный знак, ну, несколько сложнее, чисто теоретически можно забрать. То есть, в принципе, какое-то время назад, лет 5-6 назад, была очень обширная практика, когда появилось огромное количество интернет, всяких ресурсов, и люди кинулись регистрировать товарные знаки. После этого предъявляли претензии к доменам и пытались забрать домены. То есть, в какой-то момент, в начале... Целая волна была этих дел. Целая волна этих дел. В начале их стали запрещать домены забирать. Но потом, в общем-то, поняли, что это реально началась волна. Это специальные уже недобросовестные действия таких лиц. И просто суды пошли по принципу, если домен зарегистрирован раньше, чем товарный знак, они запрещали использование товарного знака. Но, конечно же, автоматическое аннулирование товарного знака, оно не автоматическое, оно возможно. Возможно, есть нарушение введения в заблуждение, нарушение каких-то других прав. Но, наверное, большинство таких товарных знаков аннулировалось. Но это уже самостоятельный процесс и совершенно другой. То есть, в данной ситуации, несмотря на то, что немножко разные уровни регистрирующие, если можно так выразиться, органы, потому что регистрация доменов — это совсем отдельная песня, скажем так. Тем не менее, в любом случае интересует суд и нас, соответственно, и наших слушателей, именно период времени. То есть, кто раньше, несмотря на то, что на разных правовых полях, в разных регистрирующих органах, интересует, кто был первым. Да. Здесь еще может быть хуже ситуация с доменом, когда... То есть, в случае, если на этой ромашке.ру предлагаются какие-то товары или услуги, которые однородны товарным знаком, то здесь ситуация достаточно понятна. Но гораздо хуже ситуация, когда домен зарегистрировали, и страница пустая. А я еще не успела сделать сайт. Если вы не успели сделать, то здесь, наверное, критерии, в общем-то, сколько вы не успели. Как долго я его делала. Если это полгода, год-два, ну, опять же, исходя из признаков разумности, это одно. У нас есть пример, когда ранний домен, то есть, ну, достаточно практика, вы говорили какое-то время назад, примеры с товарными знаками, когда иностранные компании не успели зарегистрировать товарный знак в Российской Федерации, где сделал кто-то другой. Такие знаки аннулируются, по крайней мере, практика на сегодняшний день, скорее всего, аннулируется. Но очень часто практика, когда домен иностранной компании, которая не пришла еще в Российскую Федерацию, регистрируется в России в точке, в зоне РО. И вот что делать с этим? И на сегодняшний день, в принципе, достаточно обширная практика, в том числе и наша практика, когда действия такого лица, который сидит на домене, там, два, три, четыре, пять лет, признаются злоупреблением своими правами, и такой домен отнимается, и ему запрещают использовать. Но если вы сказали, сидит на домене, это означает, что он ничего не делает, да? Да, там стоит какой-то неработающий сайт, либо заглушка какая-то. А если он формально ставит и начинает вместо того, чем торгует иностранная компания, начинает торговать чем-то совершенно другим, или не обязательно торговать? Может, он хочет рассказать миру о своем видении, да? И это видение привязывает почему-то к этому слову. То есть можно блог свой вести и ничего не продавать? Пожалуйста, веди блог. То есть если человек, допустим, ведет свой блог, он использует в другом поле, это законно? Это законно, но здесь нужно учитывать, что такие домены обычно регистрироваются киберсвотерами, так называемыми. Да, для того, чтобы продать, откровенно уж говоря, да? Которые продать. У них количество зарегистрированных доменов измеряется тысячами. И вести каждый блок в отдельности, то есть мы должны понимать о том, что это должен быть... Один и тот же блок в тысячах экземпляров. Это должны быть разные блоки. То есть это когда у человека 10 тысяч доменов или у компании, вести 10 тысяч блоков физически нереально. Либо нужно придумать программу, которая это будет автоматически делать, но пока, слава богу, нужно... Тогда можно будет провести экспертизу, может ли человек столько времени тратит на заполнение блогов и печать текста. Вы знаете, у нас осталось 50 секунд, у меня остался один вопрос, который я вам не задала, и хочу услышать очень-очень краткий ответ. Законодательство сегодня, патентное законодательство в первую очередь, ну и товарных знаков во вторую. Устраивает ли оно у вас полностью или есть куда двигаться? Ой, на месте куда двигаться. У нас, на самом деле, не самое плохое законодательство. Очень часто, посещая всякие конференции в Европе, я сталкиваюсь с тем, что у нас многие вещи в нашем законодательстве уже в Граданском кодексе четвертой части уже есть. Но, конечно же, на месте куда двигаться. То есть это развивать, развивать и развивать. И судебную практику, ее применение. Я не согласен с тем, что для того, чтобы запретить товарный знак, нужно его аннулировать. Сергей, спасибо огромное. Спасибо вам за участие сегодня в программе. Я напоминаю, каждый четверг в 11 утра в прямом эфире «Формула права». Возвращайтесь к нам, слушайте нас каждый четверг. Спасибо. Спасибо также.